Это популярный международный турнир Кубок Гризли, финал, город Москва. В решающей игре встречаются команда из Зеленограда и Владивостокский Полюс. Оба клуба оказались лучшими в своих группах и вышли на финишную прямую. В плотной борьбе при счете 4-3 победу одерживают приморцы. И пока старшая команда празднует в столице, здесь во Владивостоке составы помладше принимают у себя свой турнир Кубок Полюса. Соревнования, посвященные празднику победы, собрали в арене «Айстигр» 5 коллективов со всего Приморья. Игры идут по круговой системе. В день у каждой команды по два матча. Соперников хоть и не так много, однако опыт получается интересный. Особенно это касается приезжих гостей. Например, в Большом Камне сейчас с детским хоккеем непросто. Спорт все-таки не из дешевых. Такие выезды в соседний город и встречи с более опытными соперниками показывают, к чему нужно стремиться. Наша команда не многочисленная. Так получилось, что накануне игроки, два человека, выбыли еще из строя. Но ребята мужественно сказали, что в турнире участвовать они будут. Несмотря на то, что их мало, они будут стараться, выкладываться и надеяться, что победим. Что касается хозяев турнира, то они подошли к матчам во всеоружии. У «Полюса» ожидаемо больше всего болельщиков. Это, например, Сергей Давыдов. В его большой семье пять детей, из которых трое играют за «Полюс». Сначала в хоккей отдали старшего, остальные же потянулись за ним. Младшие братья на этих соревнованиях в разных составах, поэтому соперники друг к другу. Стоит отметить, что это, по сути, последний крупный турнир во Владивостоке для местной команды перед летним перерывом. В конце мая и начале июня хоккеисты проведут учебно-тренировочные сборы, а затем только в августе спортсмены начнут подготовку к новому сезону юношеской хоккейной лиги. Максим Яковлев, Сергей Тулатиев. Новости спорта на восьмом.